О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Дарья Вершилинка. Украина сообщила партнерам в Евросоюзе о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий написал в Твиттере. Призываем ЕС усилить давление на РФ с тем, чтобы немедленно предоставить Павлу необходимую медицинскую помощь. Только решительными совместными усилиями сможем спасти его. Ранее отец Павла Игорь Гриб заявил, что состояние здоровья сына критическое. Он умрет, если ему срочно не сделать операцию. У Павла начальная стадия цирроза печени и развивается болезнь Альцгеймера. В тюрьме Павел не получает никакого лечения. Украинец Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ России во время поездки в Беларусь в августе 2017 года. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ Сочи. Его содержат в Краснодарском СИЗО. Павел должен постоянно принимать лекарства. Европейский суд по правам человека требует от России допустить к нему украинских врачей, чтобы оценить состояние здоровья. Андрей Павел Гриб. Конечно же проблема с состоянием здоровья у нас раненых, у нас военнопленных вызывает у нас серьезное беспокойство. В этой связи, собственно, в следствии было заявлено ходатайство и по Андрею Артеменко, и по Андрею Эйдеру. О переводе раненых в Украину или в нейтральную страну, как того требует конвенция. И альтернативное ходатайство в случае, если это невозможно, о переводе для обследования и лечения в гражданское медицинское учреждение соответствующие профиля. Три моряка Эйдер, Артеменко и Сорока были ранены 25 ноября во время атаки российских силовиков на украинские суда в нейтральных водах возле Керченского пролива. Три корабля шли из Одессы в Мариуполь. В общем, были захвачены 24 украинских моряка. Их обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы удерживают украинцев в московских СИЗО. Раненых сначала держали в медчастие следственного изолятора «Матросская тишина». Российский суд продлил их арест до 24 апреля. Двое российских оккупантов уничтожены. Трое получили тяжелые ранения на Донбассе. Защитники Украины в районе населенного пункта Крымская ликвидировали передвижную минометную батарею и зенитку, установленную на бронированном тягаче. Как рассказал ЮЭТВ, представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, на провокацию боевиков среагировала маневренная группа, вооруженная ракетными комплексами «Стугна». За считанные минуты после начала вражеского обстрела маневренная огневая группа нанесла ответный удар. А расчет украинской «Стугны-П» провел пуск по вражескому бронированному объекту, с которого ввелся обстрел наших бойцов. Результат наших действий – минометная батарея врага подавлена. МТЛБУ врага вместе с расчетом зенитной установки уничтожено. Личный состав расчета «Стугна-П» представлен к награждению. За минувшие сутки оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе используя запрещенные минскими договоренностями оружие. В частности, из минометов били по украинским позициям в районе населенного пункта Кряковка, Хутора Вильны и Крымского. На других рубежах использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Ни один украинский военнослужащий за минувшие сутки не пострадал. С полуночи 21 января на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела. 2,5 тысячи людей были незаконно выдворены из оккупированного Крыма с 2014 года. Об этом говорится в материалах, переданных в Международный уголовный суд. Прокуратура АРК Крым и региональный центр прав человека отправили туда более 700 страниц доказательств преступлений оккупационной власти на территории полуострова. Среди выдворенных граждан Украины и еще 37 стран мира. Украинские правозащитники считают, таким образом российская власть насильно меняет демографический состав Крыма. Это в случае оккупации является военным преступлением и преступлением против человечности. Римский статут, 4 Женевская конвенция, они запрещают перемещение гражданского населения как оккупирующей державы на оккупированную территорию, так и перемещение защищенного населения, то есть население оккупированной территории за пределы оккупированной территории. Таким образом, мы имеем три вида состава. Это так называемая колонизация, заселение гражданами Российской Федерации полуострова. Вторая часть – это депортация, то есть перемещение гражданского населения на территорию Российской Федерации или на территорию третьей страны. И третий состав – это, можно сказать, насильственное перемещение. Таинственный рейс. Самолет российской авиакомпании «Нордвинд» прилетел из Каракаса в Москву. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Флайт Радар». Он покинул Венесуэлу в среду около пяти вечера по местному времени. Самолет российской авиакомпании, который никогда не выполнял рейс в Каракас, прилетел туда во вторник и остановился в зоне для частных самолетов. Цель его прибытия неизвестна. В авиакомпании заявили, на борту пассажиров не было. По версии венесуэльского парламента, на этом самолете могут везти 20 тонн золота из Национального банка. Это порядка 840 миллионов долларов и примерно 20% золотого запаса Венесуэлы. Агентство «Блумберг» написало, один из источников подтвердил отгрузку 20 тонн золота на рейс в Москву. В Венесуэле не утихают антиправительственные протесты. Люди выступают против президента Николаса Мадуро, обвиняют его в коррупции и глубоком экономическом кризисе. А выборы, на которых политик победил в прошлом году, считают незаконными. 23 января временным президентом объявил себя лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Его признали Соединенные Штаты, Канада и ряд других государств. Евросоюз 26 января дал Мадуро 8 дней, чтобы объявить новые президентские выборы. Он отказывается покидать пост президента. За время правления Мадуро инфляция в стране достигла 1,8 млн%. Режим Мадуро поддерживают Сирия, Иран, Китай, Турция, Белоруссия и Россия. Рекордные морозы в Соединенных Штатах. 8 человек погибли от обморожения и в результате аварий. Самые низкие температуры на Среднем Западе – минус 30 по Цельсию. Как американцы справляются с холодами? В сюжете Анжелы Лешко. От Дакоты до штата Мэн улицы Соединенных Штатов опустили. Закрыты школы, предприятия, отменены тысячи авиа- и железнодорожных рейсов. Из-за рекордных морозов до минус 35, которые при порывах холодного ветра ощущаются как минус 50. Жители стараются не выходить на улицы. Очень холодно, постоянная снежная буря, ветер не утихает, ничего не видно. Чрезвычайное положение объявили в штатах Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Алабама и Миссисипи. В Висконсине, на побережье Женевского озера, отложили ежегодный конкурс ледяных скульптур. Мы сравнили температуру с Антарктидой. Там сейчас минус 20 градусов. Угадайте, сколько у нас? Здесь, в Висконсине, минус 25. Это вообще возможно? Мы приехали из Аляски. И такие морозы, как здесь, у нас бывают реже, чем вы думаете. Тут очень холодно. Врачи говорят, находясь на таком холоде, обморожение можно получить за 10 минут. Первые признаки – обморожение, боль, а не менее покалывание. Это предупреждающие знаки, которые означают, нужно немедленно вернуться в помещение. Потепление синоптики ожидают к концу недели. До тех пор аномально холодную погоду придется терпеть 250 миллионам американцев. По мнению метеорологов, резкое похолодание связано с потеплением в районе Северного полюса. Из-за него полярный вихрь изменил обычную траекторию и сместился к югу, на территорию США. Анжела Лешко, UATV. Больше информации на сайте канала UATV.U. Заходите. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Оставайтесь вместе с UATV. Спасибо, что вам интересно. Украина! Субтитры создавал DimaTorzok